Мы с самой величайшей во все времена и первое место в мире это наша судьба. Дорогие друзья, как меня видно, слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь. Благодарю. Раиса Солнца Лика Ясна, потрясающая женщина, я вас очень сильно люблю, учусь, обожаю. Какой задор, какой талант, какая искренность, да, дорогие мои? Давайте поаплодируем, потому что это великая честь находиться в одном месте, дышать одним воздухом с таким человеком. Вообще, посмотрите друг на друга. Сколько радости, сколько счастья вы несете миру. Сколько нежности, сколько любви, сколько энергии в вашем каждом слове. Потому что на каждый вздох есть план и цель. Так дышит вечность. Мои дорогие, простой, самый элементарный, простейший есть тест на здоровье человека. Знаете какой? Я сейчас общаюсь со многими, ну, профессорами и так далее, которые занимаются человека, человеколюбие. Это вообще самое главное, что есть. Вдох, выдох и задержка дыхания. И вот сколько секунд вы можете прожить на задержке дыхания, спокойно, ну, сами потом поэкспериментируйте. Вдох глубокий, выдох, в спокойном состоянии и пошли. Кто-то там 2 секунды, кто-то 20, кто-то 30. Такие уровни, как там Будда, Золотустра, Иисус и так далее, говорят 5 минут и выше, запросто могли дышать. О чем это? Это о здоровье тела. О чем это? Это о силе духа. О чем это? Это о душе. Это самый простейший тест на здоровье. Но здоровье же не только из физики складывается. Какой тест на здоровье человечества? Сейчас есть часы судного дня, вы знаете, да? Сколько минуточек осталось человечеству? Вот такие страшные цифры. А из чего состоит человечество? Из людей, потрясающих людей. А мы сейчас занимаемся человеком, да? О чем мы? Мы в созидании и в развитии. А значит, мы каждый раз отодвигаем вот эту стрелочку. И скоро, я так чувствую, уже все человечество задышит. Задышит такой страстью познания, такой энергией созидания, мои дорогие. Кто? Дух захватывает. А с чего начинается? Да начинается все с человека. Кто-то говорит, один в поле не воин, друзья мои. А я вам скажу, от каждого зависит так много. От каждого зависит, но это вселенная и океаны созидания любви. Как проходят тренировки? Мы же понимаем, что мы соединяем людей, которые разобщенные изначально были. Мы создаем среду развивающую, вдохновляющую, поддерживающую. А эта среда что такое? Это все человечество. Это такие соты, соты, соты семьи. А за каждым человеком стоит родные, близкие, семья. А он меняется. Да, его не сразу принимают. И нас не принимали. Я сколько раз вспоминаю. Мы когда только начинали. Владимир Викторович долго недавно рассказывал, вспоминал. 168-й звонок. Да, у меня появился Роберт Рообразское сердце. Благодарю тебя. Теперь я у него учусь. Потому что превзойти наставника. Вот это задача. Вот это задача учеников. Насколько это важно. Насколько это сильно. И знаете, какая гордость. Какая радость, когда ты видишь, вещают с экрана. Внесут добрая, светлая вечность. С такой огромной любовью. Потому что первый закон мироздания. Первый, единственный, самый главный. Об этом говорили все величайшие. Закон любви. Если ты что-то делаешь, но любви не имеешь, грош тебе цена. Самый первый закон. Посмотрите, с какой любовью, с какой отдачей, с какой энергией вы делаете. Каждое наше упражнение. Ведь каждое упражнение несет такую мудрость. Такой свет. Такую любовь. А еще какой закон важный, который нам надо отметить. Закон необходимости. Этот закон привел вас сюда. Потому что вы чувствовали сердцем, душою. Вы кожей ощущали. Перемены требуются всему человечеству. Требуется такой огромнейший, большущий азарт познания. Энтузиазм. Который не просто увлекает за собой. Я просто вышел в дребезги весь свой теплый круг. Сразу, когда звонил ребят от тренировки. Ну, понятно. Это понятно. Надо бережнее, наверное, к людям относиться. Я сейчас очень надеюсь, точно знаю, вы меня сейчас будете чаще видеть. Я какое-то время пропадал с экрана. Я, потому что сейчас, ну, настолько восхищен этим подъемом, этим драйвом. Ну, и пора уже включаться нам всем. Без ложной скромности, без ложных каких-то установок. Возраст определяется любознательностью. Это абсолютный факт. Посмотрите на Раису. Я в восторге. Я ее очень сильно люблю. У меня самый взрослый интеллект-тренер 94 года. 92 года Юрий Константинович Ценин. Это потрясающий человек. Международный журналист. Несколько языков. Да? И он вещает, сердцем разговаривает. Говорит, ребята, я собирался умирать. Еще там давным-давно. Вот. А он моложе сейчас у многих молодых. Потому что, ну, вы же знаете, прекрасно. Возраст. Это не паспорт. Об этом Довгене всегда говорить. Потом, я насколько вижу и ощущаю. Да, я сейчас совсем немножко. Я вижу, что по времени я хочу еще дать нашей звезде потрясающее слово, которое сегодня будет выступать. Коротенький момент. Недавно выступала у меня девушка. Ну, как, лет 50. Не знаю сколько. Короче, девушка. Молодая, красивая. Пришла бабулькой. Вот буквально, да. А вышла такой звездой. Да к ней все тянутся. Говорит, можно с вами рядышком постоять? Посидеть, да. Ну, условно там. Быть. Потому что хочется быть. Да. И ты есть. Ты провозглашаешь этому миру. Я есть. Пожалуйста. Потому что ты взял на себя ответственность. Потому что ты взял в этот момент. Ты вдохнул, как аромат цветов каждого человека. А представляете, сколько благоуханий. А представляете, сколько нежности, сколько радости от этого ты испытываешь. Ты видишь плоды своих трудов. А недавно приходила девушка, болезнь Паркинсона. Она не говорила. Она улыбаться забыла. Как? А после того, как мы завершили, мы сейчас... Президент Паркинсонщиков живет, оказывается, в Афтерхане. И мы сейчас на всю ассоциацию этих Паркинсонщиков запускаем наши тренировки. Это что такое? Их не могли родные и близкие даже, ну как, понимаете, поддержать как-то. Простые упражнения. На четвертом, на пятом упражнении она не просто улыбалась. А как она говорит, боже мой. Женщина одна 8 месяцев алкоголем страдала. Потому что безысходность. Они во Франции живут. Они беженцы. И вот там у них все плохо. Ну то есть они ждут какого-то жилья и так далее. Начали заниматься. Дали жилье, представляете. 8 месяцев пыталась, ждала там каких-то невиновных условий плохих. Да боль-то у нее день рождения. Она забросила этот алкоголь. Зачем? Отсутствие смысла жизни. Мы понимаем. И вот таких примеров много. Поэтому, дорогие мои, самая главная задача проводить тренировки. Тренировки, 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 тренировки. Ты сам растешь. Ты сам наслаждаешься. Ты сам светишься. Потому что мы светом беременные. Это точно. Душой распахнутый. И только от этого мы можем себя провозгласить. Дорогие мои. Вся жизнь, которая у нас есть, она нам дарована. Она нам дарована. А как мы ее, друзья, применим? Как это мы воплотим в жизнь? Удивительный закон еще есть. Потрясающий закон воли. Проявление воли. Не закон, не право выбора, друзья, а право воли своей. И так мы только волей торжествуем. Мы решили, мы сделали. Так давайте, мои дорогие, делать, творить, созидать и нести в мир самое доброе. Я закончил коротенько. Хотел бы много сказать. Всех обнимаю сердцем. Горжусь, люблю, очень ценю. Вы удивительные. Каждый, кто выступает, учусь. Я понимаю, недавно Расул выступал. Золотые вещи говорил. Я все хочу позвонить. Никак руки не успевают доходить. Роберт, а как выступать? Друзья, вот кого-то выделять. Друзья, простите. У меня, ради бога, есть кого. Конечно, назвать тут миллион миллионов людей. Это величайшие люди. Исторические. Гиганты. Потому что их мысли, созидательные мысли, творящие вселенные. Это завораживает. А с кого-то все начиналось, да? Помните. Поэтому Владимир Викторовичу Довку и низкий поклон Петру Силкину. Сколько сил и энергии они этому даровали. А те, кто присоединился уже чуть позже, тоже низкий поклон и благодарность. Потому что куда вы фокутируете свои мысли, вы тому и даете энергию. От этого вспыхивает все вокруг. Обнимая сердце.